Не можете служить Богу и Мамоне, 6 глава Евангелия от Матфея. Помыслим и ужаснёмся, что заставили мы сказать Христа? Сравнить богатство с Богом? Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли и ужаснее на самом деле работать богатству и его самовластное владыщество предпочитать страху Божию? Итак, что же скажет кто-нибудь? Уже ли не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу, спросишь ты? Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но не служил Мамоне. Имел богатство и обладал им. Был господином его, а не рабом. Он пользовался им как управитель чужого имения. Не только не похищая чужого, но и собственно и отдавая неимущим. И что с его волей, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетель стал об этом говоря. Радовался ли я, что богатство мое было велико? Книга Иово, 31 глава. Потому-то и когда лишился богатства, не скорбел. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастьею, всякого пленника платят дань Мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь к богатству, обладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям. И так, не мудрство излишне. Бог однажды и навсегда сказал, что служение богу и Мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говоришь, что может быть соединено, когда Мамона велит похищать чужое, а бог повелевает отдавать и собственное имущество. Когда бог повелевает вести жизнь целомудренную, а Мамона жить блудно. Когда Мамона повелевает упиваться и присыщаться, а бог напротив, обуздывать чрево. Когда бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а Мамона прилепляться к ним. Когда Мамона заставляет удивляться мраморам, стенам и крышам, а бог советует презирать и почитать истинную мудрость. Как же ты говоришь, что служение богу и Мамоне может быть соединено вместе? И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Евангелие от Матфея 6 глава. Видишь ли, как он опять, и при том гораздо сильнее, нежели прежде, обличает слушателей, показывает при том, что он не заповедовал ничего трудного и неудобно исполнимого. Подобно тому, как тогда, когда он говорил, если любите любящих вас, то ничего великого не делайте. И излишники тоже творят. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их малодушию. На этом обличении Христос, однако, не остановился. Но после того, как тронул, пробудил, сильно укорил своих слушателей с другой стороны, утешает их, говоря, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не сказал знает Бог, но знает Отец, чтобы таким образом возбудить в них большое упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и притом Отец всеведущий и попечительный, то не может Он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем Христос приводит и другое доказательство. Какое же? Что вы имеете нужду во всем этом? Смысль этих слов Его таков. Излишне ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этих? Он даже и излишне не пренебрегает, как, например, красотой в цветах. А тут необходимое. Таким образом, тебя побуждают заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь мне, потому должно заботиться о пище и одежде, что они нужны, то я, напротив, скажу, потому самому, что они необходимы, ты не должен заботиться. Если бы они были излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подаст нужное. Аминь.